очень неохотно поэтому я снова вас прошу отписаться если заработал стрим настройках сети нужно поставить галка только 4g в общем если еще раз отвалится я попробую это сделать сейчас уже я не буду этого нажимать иначе стрим снова отвалится запахала я вам все ребра показываю еще неплохо было бы присесть чутка потрепать я просто хочу походить показать вам остальных будут вот есть например противоположность этому будет есть более пузатый не думаю что это будет звучать оскорбительно потому что пузо впечатляет вот такой вот есть буду не удержался когда впервые увидел заглянул но а там на самом деле что-то есть будет страшно если там сейчас кто-то на меня выгляни выглядят оттуда здесь песочек вот сюда ставят свечки и напитки я наступать не буду потому что обычно везде нужно разуваться вот люди ставят напитки чтобы вот этот будда попил сейчас я отойду покажу вам как он выглядит в полный рост думаю даже переверну вот так вот выглядит этот будда у него есть трость полагаю что этот будда много ходил друзья а здесь сейчас происходит какой-то обряд не знаю имею ли я право его снимать но наверное показать можно довольно интересно я напрягать этих людей не буду потому что обычаев я не знаю поэтому буду говорить тише вообще лучше отойду мешать я не буду даже наверное присяду она еще раз можно снять вот ребята очень медленно очень медленно передвигаются ну и явно это какой-то ритуал потому что большой будда действительно большой ну тут неуместно наверное все таки приколы про walking street это то немного странно в буду можно заглянуть возможно там что-то внутри есть но висят замочки ну а ребята пошли дальше здесь друзья пойду наверное с ними но очень тихо здесь еще один буду со слонами с обезьянкой обезьянка ну похоже на обезьянку лампа 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 это нифига не видно но на нем эдакая накидочка а справа два одинаковых буду ну или практически одинаковых стоят ребята уже ушли возможно сейчас буду делать второй круг каком будде закинуть монетки друзья давайте интерактив можно закинуть худому будде можно закинуть толстому будде будде с тростью он довольно прикольный а вот есть еще вот такой лежачий будда вот ну и я не всех показал еще там есть еще есть будда ребенок но у меня напрягает окей я видел много голосов за толстого давайте закинем толстому а друзья толстому не закинуть у него нет коробочки наверное наверное в этом есть какой-то смысл скрытый что он и так сыт ему кидать ничего не надо но большой будда и это большой будда ладно давайте закинем худому и сейчас я найду кошелек потом еще закинем кому нибудь одной рукой не очень удобно доставать поэтому уж простите за трясучку так ну сейчас мы найдем монетку по всего это нормально будет думаю что это будет от всех нас с вами все люди то сейчас смотрят трансляции кто только проснулся можете закрыть глаза и подумать о хорошем это а стоп да это пятачок если что плохо видно но это пятерочка по размеру примерно как 5 рублей ладушки собственно камень остался там ребята пошли по второму кругу я наверно подожду пока они пройдут и пойду за ними ну чтобы навстречу им не идти и не отвлекать вообще было бы неплохо спросить у кого нибудь какой-то особенный это ритуал или они это делают каждый день но никого я не вижу камень задонатить ну как то ну не знаю там 4g плохо ловит возможно не спроста друзья возможно не спроста коробка по звуку была полу тустая да но почти все тайцы туда бросают монетки я это видел своими глазами вот как китайцы бросают монетки я не видел так 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 что тут происходит слоник кошка тоже кстати участвует в ритуале медицинский вопрос почему я здесь вообще один никого нету может потому что график мне вообще запрещая здесь находиться кошак мешает ну что же, давайте я вам еще раз покажу ночной город, но с другой стороны ну точнее не ночной, а вечерний, 7 часов но отсюда практически ничего не видно только огоньки не такого уж большого города ну нигде не было написано, что я не могу сюда зайти, вход открытый предупреждений никаких не было, если бы это было что-то важное, меня бы просто сюда не пустили а я прошел без проблем мне кажется, с другой стороны посимпатичнее выглядит погнали опять туда да, я вам не показал там тоже что-то вроде микрохрамов да, футболку могу показать но вот, если что, Паттайя сверху вот только подключился, выглядит примерно вот так в вечернее время я пришел, ну получается я вижу верхушку я пришел откуда-то вот оттуда, где 3 здания светятся хотя вполне возможно, что я пришел вот оттуда и просто напутал так ладно, я кстати вам себя-то не показывал еще сегодня ни разу и да, Чпонкер, спасибо за 30-очку я видел донат, но отключился стрим в это время поэтому я не смог поблагодарить и так, друзья стандартнейшая футболка но взял 3 штуки сразу одну вы уже видели в джиме вторая сейчас и третья с Ганди покажу потом очень стандартно, но не удержался, друзья не удержался увидел и приобрел теперь я хоть и примитивен, но довольно крут то ли звезда, то ли самолет а его не видно и пошел ветер, друзья а ребятки уже как-то ближе друг к другу и, наверное, можно отсюда уходить но если бы я мешал, меня бы отсюда выгнали так что, в принципе, я вам показал эту сторону этих бут если стрим отключится, извиняюсь я ничего не жду я просто хожу здесь довольно прикольно тихо, очень тихо даже слишком тихо, друзья даже слишком тихо я, наверное, буду шептать как же пройти? пойду вот здесь чтобы никому не помешать о, а у этого Будда еще сумочка есть так, пошли тихонько чтобы никого не отвлечь а, да, я вам не показал ребенка Будда в прямом смысле младенец у него нет коробочки зато есть лягушки а, нет, друзья у него нет коробочки зато есть вот такое дело поливают цветочки главное просто вести себя прилично и думаю, никто ругаться не будет я и предположить не мог что здесь такое происходит но выглядит довольно здорово большой Будда и... ну, да, меня бы шугнули тут довольно много людей покажу вам лестницу вниз откуда мы пришли покажу вам монаха вот ребята зажигают свечки и ставят их на... на песочек я этого делать не буду я все-таки не буддист монетку закинуть это одно а уж религиозные обряды проводить это другое так вот мужчина заканчивает свою службу я так понимаю переобувается ну что же я думаю, что здесь нам больше делать особо нечего я вам показал большого Будду показал Буд поменьше это, если что, я не шутки шучу а в прямом смысле говорю ну теперь думаю, можно двигать обратно только дальнейшего плана у меня нет давайте я вам еще вот здесь покажу не знаю, что это ой, друзья а вы знаете, я ошибся дело в том, что на плавучем рынке сейчас я отойду а то идет девушка я буду ей мешать так вот на плавучем рынке куда, возможно, мы отправимся в ближайшее время тоже стоят статуи и донатить и донатить только в коробочку с вашим днем недели ну там, кстати, не было такой например, это суббота но не знаю, как вы но я понятия не имею когда в какой день недели я родился никогда меня этот вопрос не интересовал но на плавучем рынке я специально посмотрел и закинул копеечку то есть вот здесь пятница ой, извиняюсь, воскресенье пятница, значит, слева то есть вот этот Будда это Будда для тех, кто родился в воскресенье здесь происходит молитва давайте еще раз вернемся чтобы я вам общий кадр показал ну хоть 4 джинни здесь я все показал все-таки это просто небольшая территория со статуями вот получается в 7 часов у них служба и я готов к небольшому интерактиву выслушать ваши пожелания и куда-нибудь отправиться мы можем отправиться на пляж можем отправиться в центр можем дойти до 7-11 я вам покажу как делают кофе это похоже на китайцев но они все ходят все ходят даже интересно например сколько они должны кругов так навернуть опять плюх я правильно понял скрытый смысл твоего никнейма да здравствуй да, это город Паттайя здесь тоже лягушки если что ну конечно не настоящие да, это туристы они занимаются примерно тем же чем я но только я еще просвещаю 214 человек уже 202 12 человек оказались уже просвещенными так ну то есть наверное я отсюда пойду обратно в темноту можно было погромче говорить сейчас мы опустимся ступенек на 10 и сделаем еще раз взглянем в последний раз я бы поклонился ему не знаю Лас-Вегас в США или Азов-Сити да но чем мне очень нравится Таиланд это то что вопросы религии здесь не поднимаются вообще и всем абсолютно плевать кто вы по вероисповеданию и вообще верите ли вы высшие силы никто вам ничего не скажет так собаки снова снова рычат ну возможно немножко пролагивает потому что я все-таки на горе сейчас и сейчас я буду с нее спускаться обратно по-моему я вам рассказывал про чувака из ё-моё песик из турагентства так эти ребята видимо опаздывают на службу ну не знаю друзья рассказывал или нет про чувака из турагентства который узнал что я атеист и как он на это отреагировал ой чуваки ой чуваки собаки ну не-не-не-не-не-не хватит с меня этого уже и так покусан и так побит опять же ну вот я не понимаю сейчас воскресенье 7 часов 17 минут никого хотя это ну одно из немногих одна из немногих достопримечательностей Паттайи ну или Паттайи о загорелся свет в общем если не рассказывал расскажу ну или может кто-то не знает парень который работал ну или работает до сих пор в турагентстве постоянно находился в гостинице зазывал всех на экскурсии каждый раз когда я мимо него проходил он постоянно мне предлагал куда-нибудь съездить естественно по цене в 4 раза выше например на Колан экскурсия стоила ну не буду врать я точно не помню ну наверное где-то 1000 бат или полторы тысячи бат около того это примерно 2000 рублей я съездил на Колан за сейчас посчитаем 10 бат такси 30 бат бат паром и обратно 30 бат паром и 10 бат такси то есть 80 бат ну сравните сами полторы тысячи или даже тысячи или даже 500 это не важно и и 80 бат на которые я самостоятельно съездил так а давайте мы еще вот сюда зайдем все открыто нас не не прогоняет вот и мы с ним как-то поболтали немного он оказался ну с виду приятным чуваком но когда разговор дошел до Будды он начал мне рассказывать про мусульманство и когда я сказал ему о боже что вот этого я давно не слышал пан Хельберг спасибо за подписку дружище спасибо друг за подписку я немного переделал алерты ну точнее просто использовал уже готовый спасибо друг но я все-таки продолжу я сказал что я атеист после чего этот парень значит в Аллаха не верить ну около того он сказал русскоязычный чувак именно парень который живет в Москве все равно догнал меня нашел меня и начал меня впаривать про мусульман про православие прочую прочие дела что у нас здесь здесь же никого не вам верить или вы не видно потому что икон сейчас побежит как сумасшедший что-то не бежит ну ладно ребят вообще не работает стрим ой еще один икон ну 4G не упал у меня 4G ловят но здесь живопись живопись плохо освещенная никого это кроме меня не буду даже наверное предполагать where is he what city this is спарта верни и вот именно русскоязычные ребята даже здесь умудряются это обсуждать вот например я вам рассказывал про чувака который довольно красиво про чувака который приехал вместе с нами прилетел на самолете и в первый же день снял трап и жил с ним две недели как я об этом вообще узнал дело в том что просто-напросто все это обсуждалось в бассейне когда я мимо него проходил все русские только об этом и говорили только об этом и говорили что вот как так можно чувак приехал в Паттайю снял трап и с ним живет он что пидор что ли я прям иду и думаю боже что мы ребята езжайте уже домой обсуждайте пидоров дома так здесь скульптуры это конь кстати Леня то опять не выиграл что-то у Лени не идет рабочий процесс в хале 17 место это явно не то на что рассчитывал руководство да и сам Леня есть слоник не знаю хреново это не хреново чувак пролетел 8000 километров чтобы провести две недели так как он хотел их провести по-моему это никого не должно касаться кроме него и того трапа с которым он жил так ну здесь очень темно не видно так что будем возвращаться интересно отсюда большого Будду видно? нет деревья везде ни черта не видно по поводу съема детей ничего про это не слышал мне кажется что это стереотип потому что полиции тут много и не знаю не знаю я думаю что если кто-то хочет снять ребенка он это сделает и в Казани и в Мюнхене и где угодно таков наш мир а не Таиланд Ладно потопали вход в какое-то помещение туда мы не пойдем блин а почему стримка называется Бокинг-стрит твою мать ну ладно пускай будет замануха но это не Бокинг-стрит друзья et разуваться вроде не надо почему бы вам не показать вот это дело тут на 4 где оставляют ой пошли отсюда ну да можно присесть и по вине разницы часовых поясов так вообще вот это не тайский язык это китайский и как я оказался в китае у друзья не туда свернул и в китай пришел друзья так и это тоже и так что-то китайская китайский квартал чайна-таун вернемся пожалуй в таиланд хотя можно его туда пройти боюсь там может быть проблема с интернетом ну ладно погнали в темноту там что то есть если что здесь здесь это все вода вокруг но вы ее не видите из-за плохого качества и вы знаете я даже могу спуститься так развиваться надо не надо объявление я не вижу можно спуститься но все равно не уверить очень уж темно да факт чуваки и там что-то плавает что за дела была такая игра руна очень старая игра и там на первом или втором уровне нужно было проплыть какую-то реку в помещении в общем затопленное помещение со страшной рыбиной которая меня постоянно жирала я так пройти не смог ну в общем да это вода и там кто-то бульбушит есть еще жаль темно совсем не видно ничего не туда я не пойду друзья но там можно посидеть кто бульбушит боюсь узнать думаю если я сейчас опусть опустился бы погрузился в эту воду то я бы умер на месте друзья от разрыва сердца это похоже на магазин так что мы сейчас его просто быстро пройдем да это магазин в холодильник стоит кафешка мы еще в китае или уже в таиланд вернулись друзья еще монументы пошли смотреть да мы до сих пор в китае мое не надо друзья я пошел отсюда песик совсем не рад мне ну какого хрена все такие недоброжелательные хотел посмотреть хотел посмотреть на китайский монумент в итоге прогнали ну вообще не прикольно причем собака довольно страшно рычала не так как обычно обычно они рычат и на месте сидят а это еще и ко мне побежала кости 21 привет дружище ну да там какие-то китайские монументы вот красненькие светятся пидорские собачки погнали отсюда вот кошка идет но вы ее не видите все отсюда мы уходим да все написано по-китайски ничего не могу сказать кроме того что 1983 год указом ну или 2532 с рождения будды ну да наверное потому что в тайских паспортах о друзья мы можем прочитать в общем это кван-инь богиня милосердия высоко почитается и не знаю как воршуп перевести ну в общем обожествляется людьми сквозь века они молятся ей и просят о помощи в проблемах вот так вот